друзья всем привет всем привет так давненько я не выходил в эфир прямой дам что связано с целым рядом событий которые прошли совсем недавно вот и поэтому 8 часовых эфирах я не участвую потому что был с утра как правило все время занят так все время был занят зачем я был занят занят я был тем что сейчас утречком привет совсем недавно вот буквально значит с 29 по 30 марта сейчас почти секундочку 29 по 30 марта проходил спасибо большое семинар у меня профессор юрги в иванова спасибо друзья и как раз об этом и хочу рассказать сейчас только извините люблю чтобы было какую-то музычку для фона поставим сейчас все будет чики семинар прошел вообще классно потом после семинара были знаю было значит аттестация аттестовалась несколько человек на высокие разряды то есть аттестовались люди на четвертый пятый шестой даже седьмой данных нас было четверо ну и несколько человек и больше всего конечно человек аттестовалась на первые и вторые данных на первые и вторые данных скажу сразу на первые вторые данные много людей не сдало по ряду причин мы прежде всего по техническим конечно причинам а вот на высокие данные сдали все хочу сказать что сдавали хорошо и приглашенные зрители ну зрители это тоже из участников сам семинара кто имеет высокие данные оценили подготовку тех кто создавал на высокие данные очень высоко вот и потом буквально через не было мандатной комиссии это было 31 числа и уже значит с первого по второе проходили соревнования первенство и чемпионат россии по все стилевому каратэ по фудокан каратэ дон значит я в этот раз участвовал только в ката заявлялся хотел в принципе поучаствовать в абсолютной категории но к сожалению у нас всех развели по возрастным категориям а я попал в возрастную категорию от 36 до 42 лет мне как раз вот исполнится на днях 6 числа 42 года все попал в эту категорию занял первое место кстати как дел ката можно посмотреть будет скоро в инстаграме она как раз вполне себе залезает формат инстаграма то есть длится по протяженности меньше минуты потому что делал я не джуха посмотрите чемпионская ката вот вообще хочу сказать посмотрел я как делали ката и в разных категориях возрастных и отмечу что старшие товарищи но имеется ввиду которым я себя скандка отношу тоже то есть делали в большинстве своем лучше да с алексином у меня в один день прикольно он как раз сдал на седьмой дан алексин сдал на седьмой дан вот так вот так что мы себе сделали хороший подарок на день рождения сдал на 5 он сдал на седьмой высокий дан конечно очень 7 дан это уже прямо вообще вот на григорян рудольф это президент ивановской федерации президент академии буда сан в свое время был дон и сейчас наверное был самый молодой пятый дан в мире вот и вот сейчас он сдал на шестой дан кстати интересно сдавал на шестой дан он до последней секунды не знал что у него будет аттестация на шестой дан и профессор йорга его просто обязал сдать будешь сзади вместе со всеми он пошел переоделся надел кимоно и пошел аттестоваться и найти интересный момент один был я вообще восхищен да и профессором и настью рудольфом в чем ситуация в одном из разделов он сказал ему сделать ката знаете какой ты и кёку шо дан и кёку шо дан это ката который делается на 9 кю на белый пояс вообще то есть когда человек только-только начинает самоработать что называется то есть только заслуживает право кимоно получить и в этом как раз и кроется вся фишка потому что самые простые ката по сути это ката самые сложные потому что из-за небольшого количества технических элементов там видны все недочеты ошибки и все остальное прочее он сделал ката просто офигенно там было все и взрыв и мощь скорость передвижения все то есть вот эти ката на девятый кю делал шестой дан вот это вот и показатель да вот я делал ката каминари на моем канале на ю-тубе выложена как на этой и начните стации делая ката но то что касается ката там еще и другие разделы были вот он и потом у меня был день из релакса потому что были соревнования отборочные среди малыш не в основном ну и в рамках первенства да и заключительный день это были финал и это вот было вчера второго числа и значит финалах вот участвовали мы ну чем хочу сказать мне понравилось понравилась организация очень организация очень здоровская уровень вообще проведения соревнований очень ну высокий что отметили все представители команды все тренера которые привезли своих детей мне понравилось очень что участвовали ветераны и в кумите и в ката там еще были категории ветеранские там люди были там конкретно за 60 лет некоторые и молодцы они и в кумите подрались и в ката выступили почему хочу сказать некоторые вполне себе достойно на уровне прям вообще хотя хочу сказать это если быть это совсем откровенно честным вот я конечно считаю что такая категория если в кумите категории возрастные навязки нужны трудно соревноваться человеку которому 60 и 70 лет чемпионом молодым ирианом которому там предположим 25 лет хотя при каких-то других обстоятельствах при реальном конфликте на улице неизвестно чем закончится потому что есть такое понятие как опыт понимание ситуации и так далее но соревнование когда дают открытое противостояние в рамках определенных правил где важна скорость дриблинг умение использовать правильную площадку для спортивной победы есть такие самые понятия как юай тачи то есть когда есть джогай то есть выход за линию то там конечно трудно в реальной жизни шансы всегда есть не всегда всегда присутствует вот но вот что касается ката ката это мне кажется конечно если быть откровенно честным то всем привет дам только что подсоединился это категории без возраста может быть конечно там когда человеку за 70 за 80 он должен может не соревнования делать ката показательных выступлениях чтобы продемонстрировать что кондиции тела и в этом возрасте могут быть и великолепными но соревноваться вот реально соревноваться в ката это надо наверное без возраста все таки хотя конечно есть нюансы вот я выступал в ката у меня были очень серьезные травмы давно уже правда я это подлечил но остаточное явление сохраняются все равно у меня обе паховые связки порваны на ногах были и порваны оба бицепса бедра и справа и слева и конечно когда шли процессы восстановления всего этого дела малая подвижность была в этих отделах и поэтому конечно возникла контрактура мышцы стали короче толще и и растяжка конечно стало значительно хуже растягивать было нельзя на протяжении довольно долгого времени потом когда за нас растяжка и более-менее восстановил вот ее как как я раньше бил там выше головы своими ударить уже сейчас пока не получается то есть чуть выше пояса что называется я думаю что пару-тройку лет и я восстановлю уровень который был раньше и все получится но это принято какая колоссальная работа должна быть там проведена с возрастом все таки что ни говори как не избегая спортивного специального травматизма вот он что касается соревнований и экстремальных ситуаций вот они все равно там эти травмы могут приобретаться на определенным образом конечно процентах будет намного ниже если вы будете применять методы профилактики спортивного травматизма однозначно будет меньше спортивных травм ну избежать их полностью в принципе нельзя потом надо восстанавливаться правильно вот и по словам становится больше конечно и молодым поэтому проще у них регенерации процессы быстрее идут потому что моноболизм еще достаточно силен но все равно ката категории без возраст потому что принципе если честно можно выбрать ката где и нет ударов ногами высоких например есть такие ката как например чин те нам там есть мои гири верхний уровень но в грудь реально можно там ударить да ударов ногами никаких нету совсем весь ката как басай дай там тоже как принципе по сути ударов ногами нет там есть ашибарай или блок голенью да есть фумикоми там на гири но там все как там просто коленка поднимается вверх есть такие ката как теки в принципе там в общем то тоже самое по сути если да можно выбрать такой ката где высоких ударов ногами нет ну ребят вот это вот я рассказал вам коротенький значит отчет по поводу того что было ближайшие дни прошедшие он почему меня не было в эфирах а теперь я в принципе готов ответить на ваши вопросы которые возникают можно у вас накопились по проекту корректура то есть по спортивному питанию по диетике и по всему прочему вот и после того как я отвечу на эти вопросы я чувством выполненного долга побегу на пробежку на утреннюю свою я просто мечтал дело в том что пока шли а я тестации и соревнования я как опытный чел который прошел гарнил гарнила многих соревнований не тренировался вообще абсолютно не растягивался не тренировался но только дыхательные упражнения и медитативные все то есть чтобы для того чтобы мышцы сохранили свою эластичность легкость не было нигде ни малейшей сам крепатуры никакой напряженности и поэтому получается что после семинара 1 2 дату ну 2 до 2 2 3 дня я принципе придавался абсолютному безделью если и тренировался только ментально что касается питания непосредственно в процессе уже выступление на соревнованиях здесь вот такие смотрите моменты кстати вам интересно возможно будет то что надо понимать во время соревнований значит углеводы снижать не надо ни в коем случае наоборот количество должно быть высоким более того перед выходом на не непосредственно на сами соревнования надо еще потреблять углеводы быстрее в достаточном количестве чтобы дать энергетику потому что волнение там адреналин съедает глюкозу и гликоген и сейчас отвечу про бца глюкозу гликоген очень быстро и энергетика падает общая особенно когда приходится дожидаться своего выхода еще несколько кругов на соревнованиях поэтому надо чтобы углеводы были и длинные и медленные и медленные и быстрые это я в качестве быстрых углеводов брал с собой баночку с кизилом сухофруктами он очень сладкий это делаем здорово ну помогала что называется длинные углеводы это макароны главное не переедать вот и то ограничивать себя особо не надо самым главным критерием должно быть чувство легкости после еды то есть не должно быть такого чувства сытости что вы прям плотно наелись и уж тем более переели а вот что надо белок особого резона принимать нет даже есть определенный риск потому что если не дай бог вы примете избыточное количество белка или вдруг не знаю какая-то ситуация произойдет что белок насчет перевариваться тяжелее это может быть и бактерии какие-то попали там или что-то еще особенно если вы не свою еду едите а вы на соревнования где-то на выезде в столовке поели может начаться метеоризм пучить начнет ничего хорошего не выйдет до белок это гниение процесса начнутся будет очень-то неплохо поэтому в основном акцент идет на углеводы и особо надо даму снизить жиры сейчас объясню почему потом скажет так углеводы пойду я тортика съем со сливками ну чё Михаил Юрьевич сказал нормально ненормально жиры сильно подавляют волю и подавляют вот это вот чувство драйва если вы перед тренировкой особенно перед силовой когда вы хотите мощно потренироваться съедите жиры у вас силовые показатели во время тренировки рухнут просто капитально не жиры и это пищевой продукт который ведет к демотивации мотивацию дает и силу энергию лишь углеводы только белки нужны для того чтобы снизить скотоболизм и увеличить метаболизм анаболизм прошу прощения вот поэтому и у меня в эти дни я в основном ел углеводы длинные и короткие на белки не налегал вообще в принципе вот ну так вот жиры исключил практически полностью быца хороши не в целях рекламы ребят я не знаю какие быца есть вот и фирмы там вот я лично лично я сам употреблял и нерармур по совету своего товарища который в этом супер эксперт но на самом деле особо разницы не вижу все хорошие препараты все быца они все годятся и принимал в основном только тогда когда занимался конкретно сумму сушился чтоб энергетику сохранить во время тренировок и не есть углеводов до вашего энергетика была я его до тренировки во время тренировки и после тренировки быца принимал ты единственное что я вот как использовал свои свои подготовки мне больше нравится порошковые потому что они в воде растворяются и лучше я считаю так усваиваются гораздо быстрее чем если это будет какие-то декоративные препараты так как я отношусь к рафаэлю агаеву откуда я знаю может ли он пользоваться бца я не знаю чем он пользуется вот нашусь к нему как к спортсмену и бойцу просто великолепно считают заслуженную и вот прозвище с бриллиант вполне заслуженно это бриллиант современного карате спортивного карате величайший боец несмотря ни на что вопреки всему и просто фантастически учитывая его невысокий рост то что он побеждает длинноруких и длинноногих самих бойцов обладая фантастической скоростью перемещения филигранной техникой умением образковой техники бороться о понимании и технике борьбы владение своим центром тяжести прекрасная техника ног великолепная растяжка дриблинг офигенно я я восхищен я его бои смотрю всегда с удовольствием мне очень нравится отношусь к нему здорово про то что он применяет не применяет что-то я ничего сказать не могу и не хочу во первых я не знаю по этому критерий никаких по этому поводу выставлять не буду я расцениваю только то что вижу с ним я лично знаком и и вообще не не на короткой ноге ну нормально так общались обсуждали стиле карате был ли у него на семинаре в том числе в москве вообще не мне понравился мне понравилась его огромная работоспособность человек который пашет просто капец у него был семинар днем и вечером должен был семинар конс утра еще двухчасовую тренировку провел он говорит что пока что добился высоких сам результатов и все хотят его победить все это вообще для спортсменов в современном мире спортивного карате просто критерий победить агаева поэтому ему приходится марку держать и заниматься больше чем занимаются они поэтому если он хочет оставаться на высоте то надо работать больше чем работают они вставать раньше тренироваться больше и пашет он конечно как лось это вообще поэтому он мне симпатично восхищен его работой очень мне он нравится а есть еще нюанс один приезжал он там сюда в иваново в академию будасан к рудольфу григориан с президенту академии будасан где стоит моя макивара камертон пробовал он по ней работать и признал что это величайшие вещи к сожалению он не умеет на вот что мне среди великих мастеров сам нравится они открыты они не будут никогда кичиться и вот говорить что они там ну ты умеет что-то делать когда не умеет он не умеет наверно когда посмотрел как на ней работают и что он так не может он был просто восхищен сказал что да есть аспекты над которыми ему работать еще и работать и что спорт это спорт а буду это аспект несколько другой он прекрасно это разделяет и понимает это очень круто потому что многие а мастера которые внешне мастера не мастера вот здесь они не способны признавать своих недочетов недоработок ошибок каких-то и они остаются закрытыми пытаются казаться всезнайками и поэтому теряют очень много арфаэль не из этих людей он наоборот человек открытый если что-то не знает и не умеет он пытается это научиться или понять и поэтому поэтому он и прогрессирует постоянно вот ну в общем про питание на соревнованиях я вам рассказал да пожалуйста я не знаю на какой именно ответ за какой именно ответ мне а вот за бца хорошие ну пожалуйста хочу я еще могу сказать кстати многие атлеты бца используют как средство анаболическое то есть для того чтобы повысить анаболизм я-то использую бца совсем использовал ну и использовать возможно буду сейчас ты ничего не использую а больше восстановитель но энергетических целях то есть вроде как бы не по назначению незаменимые аминокислоты которые являются структурными элементами для построения мышц там все такое прочее я пускают на другую задачу они являются очень хорошими быстрыми средствами поднять энергетику мгновенно практически и поэтому когда нужно жиросжигание надо запустить надо провести объемную мощность на тренировку при при том при всем еще желательно чтобы она силовая была ты находишься на буче да на белковым углеводам чередование в фазе углеводки пониженной и еще в первые там полчаса же процессы на скисление липидов не запустились да если и запустились они медленные процессы энергетики не хватает вот здесь конечно сахара долбить нельзя стоит только с ее там глюкозе какой-то выпить да немножко там это послащененького чего-нибудь и вы начнете черпать энергию именно из нее и сахара завязаны очень плотно с жирами если начинают утилизироваться сахара мгновенно заканчивается все а процессы активирующие накопилизацию жира поэтому даже микро доза сахаров перед тренировкой и во время тренировки сразу же убивают ваш катаболизм жира мгновенно а вот если вы упомяете бци ашку вы энергию быстро поднимите а катаболизм жира не остановится вот в чем и фишка бци вот я использую только для этого только для этого больше не 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 для чего уж называется вот таким вот образом ну и тем кто хочет именно подсушиться выбрать жир я советую применять именно вот для такой цели так ну чего есть еще вопрос какие-то друзья можно задать вопросы по прошедшему чемпионату по карате пока то вот о том что мы поговорили про питание жду ваши вопросы на протяжении буквально 20-30 секунд каким спортом я занимаюсь разными видами спорту друг я занимаюсь отвечать я буду по-русски читать буду по-английски да отвечать буду по-русски потому что аудитория у меня в основном сам русская занимаюсь разными видами спорта занимаюсь боксом борьбой тайским боксом кикбоксингом каратэ атлетизмом если спорта можно назвать как спорт бы это не рассматривал потому что для меня это больше вспомогательная как бы тема да вот ну так вот боевыми искусствами короче занимаюсь вот это вот основное да так ну что еще бокс и каратэ гуд конечно хороший синтез некоторые считают что это не сочетается между собой на самом деле прекрасно сочетается некоторые геомастера которые занимаются и тем и тем говорят что находят в этих видах боевых искусств гораздо больше общего чем разного и это на самом деле так если глядеть в корень то все дороги ведут в рим по-разному меняется у меня в данный момент где-то в районе 78 килограмм потому что я говорю что в углеводах я себя особо не сдерживал перед соревнованиями и во время соревнований а вот сегодняшнего дня уже изменил саму тему уже сегодня с утра никаких углеводов у меня не было вообще это завтрак такой объемники достаточно было но это было куриные сгрудка и три яйца цельных в яичнице и все сейчас пройдет какое-то время я еще посижу позанимаюсь английским кстати сейчас позанимаюсь вот и пойду на пробежку надо будет втопить вообще планируется пятерочка но если хорошо пойдет то будет десяточка вот так вот кстати чем я руководствуюсь когда иду на пробежке у меня спрашивают часто по поводу по-разному раньше руководствовался программой которую я приобрел поставил себе задачу что я должен там пробегать 10 километров за 50 минут и там на несколько месяцев расписаны были ежедневные тренировки сколько надо пробегать в каком режиме все это вело у меня сейчас у меня больше и интуитивный тренинг идет стараюсь я конечно меньше пяти километров я в принципе не бегаю вообще а иногда бывает когда я чувствую что мне хочется более серьезно побегать и позаниматься то я руководствуюсь таким принципом либо я набегаю 500 килокалорий вот такой критерий ставлю это в каком режиме я буду бежать я не знаю то есть вы 8 километров в час или 12 но в общем над 500 килокалорий набегать либо же я пробегаю десятку могу поставить себе режим за какое время десятку пробежать этот так но в среднем если честно сказать я бегаю раньше бегала только руководствуясь кардиомонитором чтобы во время бега у меня была зона пульсовая около 140 ударов за минуту что максимально было жаросжигание сейчас я пульс и и без кардиомонитора чувствую вот для этого мне надо бежать где-то в районе 11-12 километров в час такая должна быть скорость это когда в одежде на улице то есть одеты одеваюсь я тепло чтобы мощно пропотеть вдруг отлично интересный хороший вопрос молодец даже русскоязычные ребята не задают но к сожалению я сейчас эфир уже буду заканчивать потому что мне надо позаниматься делами давайте встретимся завтра в восьмичасовом эфире я начинаю его в районе примерно с восьми и до пол девятого я выхожу в эфир вы обязательно подготовьте свои вопросы и мы с вами обсудим различные нюансы спортивной подготовки в питании и так далее обязательно подписывайтесь на мой канал на youtube на базовый который называется михаил шилов или шилов м 2f там либо на михаил шилов live channel live канал где выходят вот такие видео кстати это видео я наверно выложу туда же то есть там в основном прямые там эфиры идут ответы на вопросы какие-то мобильные зарисовки они идут туда что касается моих сайтов кстати вот это вот важная новость мне сейчас приходит много писем по поводу того что мои сайты такие как буду шин буду блог makivara.ru да корректура .ру доктор шилов . ком недоступны выходит ошибка 403 это так и есть на самом деле то есть сайты сейчас не работают они сейчас находятся на профилактике вот скоро они заработают в том режиме в котором работали раньше можно будет также получать все рассылки которые на которые вы подписаны поэтому письма рассылочные вы не удаляете кто подписан на рассылки на мои потому что все ссылки станут скоро доступными и все материалы будут тоже доступными заказы все можно делать в ручном режиме написав на почту или позвонив по телефону который везде есть вот поэтому там это макивары курсы пожалуйста можете заказывать всегда на сайты и скоро продающие заработают тоже проблем не будет никаких но в ближайшее время произойдет рестайлинг абсолютно всех сайтов они поменяют свой дизайн функционал будет круто я вам обещаю ну ладно все друзья до встречи а